Приветствую всех зрителей моего канала, и сегодня хочу рассказать вам о моем будущем наборе новогодних игрушек, которые я собираюсь сделать к новому 2018 году. Страшно даже про это думать, а знаете почему мне страшно об этом думать? Потому что сегодня у меня 22 января, да. Эти видео я собираюсь выкладывать месяцев через 9, наверное, к тому времени уже надеюсь, что у меня будут вышиты все игрушки. И что это будет за набор? Набор этот достаточно редкий, и если переводить его название как-то более-менее литературно, получается что-то вроде новогодней игрушки крылатая элегантность. Вот что-то такое. Здесь 6 птичек. К сожалению, нет нормальной какой-то качественной фотографии в интернете этого дизайна, вообще набор редкий. Давайте вам их покажу так поближе. И давайте, наверное, вставлю вам фотографию, но мне кажется, фотография тоже не сильно что прояснит. Я нашла самую качественную, которая только была в интернете. Действительно, эти игрушки встречаются очень редко. Я их до недавнего времени вообще никогда не видела. И каким образом я познакомилась с этими игрушками? Их приобрела Аленка Вдохновение. Она купила их в группе Галюхин Сундучок. Я как раз тогда купила себе креник. Это было летом 2016 года. И Алена знала, что приедет ко мне в гости. И этот набор вместе с моим креником приехал ко мне домой. Пролежал он у меня больше, чем полгода. В итоге Алена приехала, его забрала. Но пока он лежал, я поняла, что я тоже очень хочу вышивать эти игрушки. В итоге мы с Аленой... Я нашла перенабор этого набора в паттерн-мейкер с нитками DMC. Нашла. Нитки... Это, кстати, был набор американской сборки. Нитки там были не разобраны. Мы с Аленой сели эти нитки разбирать. И в итоге я взяла и нитки DMC, которые предлагались в перенаборе. Я взяла и живую карту ниток DMC. В итоге оказалось, что несколько цветов абсолютно не совпадают с тем, что в наборе. То есть те нитки DMC, которые предлагаются в перенаборе, это одна большая разница с тем, что лежит в оригинальном наборе. Давайте я вам сейчас вставлю фотографию. Когда я готовилась к этому видео, я сделала фотографию тех бобинок, которые предлагались. И тех, на которые в итоге мы с Аленой по живой карте DMC заменили нитки. То есть вы сейчас можете видеть, слева это бобинка, которая предлагалась, тот цвет, который предлагался в перенаборе. А справа это тот цвет, на который мы в итоге заменили. Видите, что разница такая достаточно существенная. Остальные нитки по остальным ниткам, по некоторым тоже было небольшое несовпадение. Но оно было не настолько критическое, как с вот этими. Поэтому там мы уже оставили все в нитках DMC, как было. Значит, как я подготовилась к данной вышивке? Во-первых, я в отдельную коробочку отложила все нитки, которые нужны будут на этот процесс. Я себе сделала органайзер ниточный. Повесила себе для начала по три пасмы каждого цвета. Подписала все это. Подписала просто номерами DMC. Красивые, достаточно яркие нитки в этом наборе. И, конечно, у меня лежит фотография набора. И с другой стороны у меня лежит ключ с подписанными уже нитками DMC. И на некоторых я даже написала. Видите, что был там 977, а стал 3852 и так далее. По всем, по всем ниткам. Здесь получилось вместе с французскими узелками и бэкстичем ровно 48 значков. Как вы знаете, в паковском органайзере 50 мест. Так что как раз то, что нужно. И эти игрушки я собираюсь... Видите, я нарисовала значки. Здесь был черный, зеленый и красный цвета. Нарисовала, как смогла. Разберусь. И собираюсь я вышивать эти игрушки потихоньку-потихоньку. Думаю, что... Ну, очень сильно надеюсь, что буду вышивать их каждый день, но по чуть-чуть. И таким образом у меня будет игрушка за игрушкой вышиваться. И таким образом без проблем у меня к следующему Новому году получится вот такой вот набор. Единственное, что здесь... В ключе должна быть нитка металлик в одну нить и в две нити. Я... Это у нас получается что? Это у нас получается выкладную нитью. Видите, здесь вот будет тоненькая, а вот эти черные нити, это будет более толстая. Я для этих целей заказала кренник. Кренник золотой 002, четверку и восьмерку. Попробуем, что из этого получится. Мне кажется, что получится должно симпатично. И второе такое несоответствие, которое я нашла в этом наборе. В перенаборе в бэкстиче есть черный цвет. То есть, если посмотреть, вот у нас бэкстич. Самое темное, что у нас есть, это темно-серый. Видите, голубой, светло-коричневый, белый и зеленый. Все это, весь бэкстич, который у нас есть. Самое темное, это темно-серый. Если посмотреть на фотографию набора, мы видим, что у нас здесь и контуры птички темным, и веточки вот тут вот у нас темным должны обводиться. То есть, темного бэкстича здесь много. И если верить набору, он делается темно-серым цветом. Это вот этим, 3799, вот он. А в перенаборе есть черный. То есть, там есть и темно-серый, и черный. Но мы с Аленой разбирали нитки по оригинальному набору. Никакого черного там для бэкстича нет. Соответственно, и я его тоже самостоятельно добавлять не буду. Будет все так, как задумывалась по набору. Распечатала я себе, конечно, схемы. Схемы здесь были очень мелкие, вот в таком вот формате. Ну вот, это, кстати, и есть один к одному. То есть, схема мелкая. Мы ее сделали с Аленой вот так вот на А4 по одной игрушке. Я себе уже одну схему подготовила. Единственное, что неудобно, это то, что вышивать вот так вот не получится. Потому что значки все идут вот так. То есть, реально схему нужно располагать вот под таким углом. И тогда значки у нас получаются ровно. И ты вышиваешь так стандартно. Стандартно. Я еще, то есть, все так перекручено. Я уже натянула себе кусочек конвы. Конву я, кстати, купила такая же, как была в наборе. Белая, 18-го каунта. И вот нужно будет сейчас подумать, как мне, откуда мне начать. То есть, я здесь натянула. Видите, забыла пометить середину. Сейчас как-то буду это делать. Не знаю, почему. Натягивала одновременно с этим еще две маленькие работы. В тех двух пометила середину, в этой нет. И вот от середины буду себе спокойненько расходиться в стороны. И получится игрушка. Так что, вот такая вот у меня была подготовка. И почему я буду выкладывать, кстати, это видео под уже следующий Новый год. Я так думаю, где-то в октябре-ноябре, надеюсь. Потому что Алена тоже планирует вышивать эти игрушки. И, скорее всего, будем мы с ней вышивать эти игрушки в таком, типа, мини-спе на два человека. Так что, скорее всего, можно будет наблюдать за отшивом этих игрушек. И у меня, и у Алены. Только у меня по, ну, скажем так, по подбору, не совсем даже по перенабору, а по подбору ниток в DMC. А у Алены это будет оригинальный набор. Так что можно будет в итоге сравнить, какие есть различия между подбором и оригинальным набором в итоговом результате. Всё, спасибо всем большое за внимание, удачи вам и творческих успехов. Пока!